Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней в серебряной росе, Слышу голос и вонящая дорога, Кружит горе... Вчера посудила кошки вишенцы У половины крохотные корешки, Угадала со строком, очень рада. Елена, каждый раз, когда вы рады, Как у вас была удача. Мне сразу так хорошо на душе. Вот, я живу этим. Только этим живу. Женька Вадимовна. По-моему, новичок, а? Женька. По-моему, новичок. Виталий Шостак. Плюс 6, дождь. Как всегда. Чего вы хотите? Санкт-Петербург. За городом почки вишен, Яблый набухли смородины, Листочки ночи около нуля. Что-то у вас... Чем позже наступит весна, Не переживай, чем позже. Тем больше шансов на урожай. Как позапрошлый год у меня, Минут плюс 25. Нет, не так. Не думаю. 25 апреля засвели абрикосы. Думаю, господи, беда. И точно, как ударил на этот мороз. Спасибо, хоть этих... Манжурцев было полно. А этих крупноплодных... Хорошо низко ведер собрал. Всего-то. Так, растут третий год. Костякова Валерия Костяновича. Так, а что Виктор? Что-то перед этим... Где у нас был Виктор? Абрикосы живёхоньки. Арзамас. Нижегородский. Ой, спасибо. Видите, тут же в Нижегородской всё живо. Ещё я... А, эти мои косточки. Спасибо. Спасибо, Виктор. Так. Сызрани, абрикосы все целые. Персики тоже сеянцевые. Цветов нет только на абрикосах. Ну, персик это, знаете, это такая капризная штука. Это, так сказать, для души. Всегда говорю, садите персики, даже сеянцевые, если вы будете отрезать первые годы, чтобы не кидали камни эти темирязицы. Первые годы центральный проводник отрезаете, 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 чтобы они, когда им будет 10 лет, чтобы им была высота метра два. Мало того, что полметра уйдёт под снег, терпения хватит, вы ещё накидаете, ясно, что они будут низкая штамбовая. Вы ещё накидаете немножко снега, может быть, до метра. Никогда не замёрзнут. И не сопреют. Фото весны 21-го года. Смотрим Виноградова. Ну-ка, где-то у нас. Ух ты. Вот это качественно. Вот это, да, вот это я понимаю. Вот. Я буду смотреть на прыг, а то начну придираться. Всё. Спасибо за фотографию. В целом понятно. Так. Смотрим дальше. Теперь мы случайно выскочил отсюда. Возвращаемся. 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 Ага, вот тут мы были. Где мы были? Ворову Красотиновичу. Вот мы посмотрели, Алексей. Виктор, да, откопать пришлось, а то бы всё поломало. Персики не слили, ибо ещё молодые. Ну, вообще-то, даже сеансы на третий-чёртый год. Должны. Всё, добрый вечер. Это кто такой? Аба. Добрый вечер от Абят. Марийская, добрый вечер. Швинин, добрый вечер. У меня, это вы знаете, всегда, я когда начинал, ещё не было интернета, письма по Валерийской сестерне, в том числе из Карелии, Архангской области. Ничего нет, ничего не растёт. И вот это забило мне в голову, да? А теперь Михаил Швинин присылает мне фотографии, а там ящики с фруктами. Было? Было. И вдруг минус сорок. Я переживаю не меньше вас, поверьте. Это же не просто это, это мои дети все, наши с вами. Я крёстный отец ваших этих, яблонь, груш, и так далее. Виктор, как корни, собственно, растут? Как корни, собственно, растут? Двоеточие. Амур Серафим, Королевский, Абрикосы, Бросковба и Привитые. И Привитые. Как? Я понял так, что растут. Так. Соловьёв. Всех поздравляю с праздником весны труда и света. Спасибо, Борис. Тоже поздравляю. Я, кстати, старый большевик, всех поздравляю с первым маем. Так обидно, что этот праздник проигнорировали. Стыдно, противно, тошнит от всего. Особенно нас, стариков. Вот. Так обидно, что не было первого мая в стране. А также возмущаемся, что там запретили 9 мая на Украине. А мы, чем лучше. Как можно без первого мая? Как? Это в крови в нашей. Виктор. Из абрикосов никто не подмерз. На некоторых есть незащитная подморозка верхушек. Некоторые сами формируются кустом, другие после первого года вверх. Версальнс обрезал весной. В этом году уже набухает цветочная пучка. На некоторых кольдарах буду от вас фотографировать. Домосевич, это я понимаю, Беларусь. Добрый день. На трехлетних жарделях у них цветочная пучка. А чем? Не мои ли они жардели? Есть ли опыт приманивания пчел весной деревьев? Это не ко мне. Может, кто-то ответит тут? Вот. Может, кто-то ответит вам? Может, через меня, допустим. Да, Домосевича? И присылает обыцяк-исусую статью или фильм. Вот. У меня такого опыта нет, потому что мой принцип такой. Я дереву не помогаю и не мешаю. Например, если обработать медом или сахаром. Ну, вот вы уже сами ответили на вопрос. Есть такой способ опрыскивать растворы меда или сахаром. Вы спросили, вы ответили. Спасибо. Так. Александр, смотрите. Двумя почками прерывать лучше. Ну, это ж кто? Александр Николаевич авторитет. Поэтому заранее согласен, еще не читая. Двумя почками прерывать лучше. И скажу с того, что не все почки одинаковые. Где-то попадается не расставая, где-то попадается почкой, с которым растет цветочка. Ну, а двушка. Ну, мы с вами два сапога. Так. Борис Соловьев. Вопрос по черенкам персиков. У меня ваш черенок персиков. Хасанский. Вы рекомендуете прерывать на вывесу? Да не рекомендую. Ну, сейчас дочитаю. Это непонятно. Где-то разве родственники? Они же генетически далеки. Может, лучше все равно силы и прикос гражданин свою. Я говорю, пожалуйста, поверьте мне. Я никогда не говорю, поливайте в первую очередь на вывесную вишню, а вот потом, если не получится, или в отсутствие, тогда уже на сливу или абрикос. Нет. У меня есть градация. А по ней знает тысячу людей. Потому что я начал печататься, еще когда слово интернет было вообще не знакомо никому. Такое слово не знали. И с тех пор и до сих пор. Значит, лучше всего получалось у меня и с самой морозостойки на Мажинском абрикосе. Потом шла вишня слива китайская. Но один год слива китайская. У меня как получилось? Ой, нет, долго рассказывать. Ладно, короче, потом слива китайская и на третьем месте волочная вишня. Вот. Никогда не было, что вишня на первом месте. И показывал. Ну, то, что я показывал фотографии, где я там привил на волочную вишню, что-то не значит, что я влюблен именно в волочную вишню. Как по двое? Нет. Это на самый крайний случай. Все. Если коротко. А если одна почка для Сергея попалась плодушка, выкидывать саженец? Нет. Вот тут Александр Николаевич, мы немножечко с вами это, по-разному хорошо соображаем. Итак. Я посмотрел, был, есть такой Роман Исаев. Он на тот момент, он серьезно тоже занимал в институте. Может, в Орловском, может, не в Орловском, я не помню. Вот. И откуда я заинтересался, и вот друг прислал мне письмо. Он мне помог разобраться с несколькими сортами. Например, я размещаю фотографию, как сейчас помню, груша таврическая, а он мне пишет, это груша память Яковлева. А я ему верю, он специалист по этим делам. И он мне помог. Потом я пытался с ним связаться, но, видимо, где-то на него мелочь. Поэтому больше где-то не выдержал. И прочел какую-то статью и поправил меня, что, ну, я откуда знаю, ну, пришла черенок, а там написано, груша таврическая. Смотрю на фотографии, похоже. И продаю саженцы, как таврическая. Бах, окажется, память Яковлева. Но это мне простительно. И вот получается, что вот такой человек, и вдруг он, значит, это самое, ну, а кто ж такой Роман Исаев? Он же мне письмо написал. Набираю, да, вот он, это самое, за лап, раз. И он своими руками, вот почему я уважаю вот этих людей, это кто сами своими руками. И он показывает, как преливать почкой, так, почкой, подчеркиваю, одно, естественно. И у него целый питомник, и настолько все, а я же тоже учусь на ходу, на бегу, буквально на бегу учусь, вижу сотню-две, ровненькие, ну, еще, видимо, середина лета, небольшие, приветы почкой, подвое, он показывает, как он это делает, учит нас, серых, убогих, вот. И я, что обратил внимание, он же почки не выбирал, а наверняка брал подряд все. Иначе питомник не вырастешь. Как мы, как я учу, берите самый нижний фрагмент, потом еще, еще, остальное выбрасывайте. Разоритесь, это же не для питомника, это для дачного, для массового сада такое, для селекционного сада. Для питомника каждая почка. Что меня удивило, и до сих пор, перед глазами, картинка почка, почка вроде, а здесь все ровненькие, ровненькие, прям вот, как инкубаторские. Тогда я задумался. То есть, потом я начал следить, и выяснял, что подвой очень сильно влияет. Если подвой мощный, вот как тот же манджурский абрикос, так, в отличие, кстати, от той же волосы, вишни мощный, он эту мощь передает привоев. Я уже потом убедился, что все культурные деревья уступают манджурцам по росту, по мощи, по кроне, которые, наверное, как два раза меньше. Но чудеса и трехорный урожай получились из-за прививки на манджурца. Мощнейший подвой. Он передает свои качества. И получается, та почка, я подхожу к выводу, та почка, которая сидела бы себе на дерево, если бы я не подошел к секаторам, не выбрал бы ветку в качестве маточной, на которой эта почка сидит. И была бы она еще через, она же была метровая, я всегда выбираю мощную ветку, метр, полтора, и вдруг она, на ней почка, она еще меньше, чем эта ветка. Заметьте, кажется, все поколения такие, потом короче, 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 и через много-много лет вот такие вот. Я даже возьму сейчас, покажу. Нет, некогда. Итак, получается, что, вот как здесь написано, да, почка на черенке, а еще попалась плодушка. Так вот, подвой перестраивает программу даже плодушки. плодушка, как я показывал в фотографии, в нескольких, нечасто встречается. И мощный побег, первый же год, и на нем же прекрасный персик, прекрасная груша, прекрасные яблони, причем крупные, не какая-то вот. то есть, что почка может перестроиться, исходя из реальной действительности. Вот так я ответил на этот вопрос. А тут получается так, выкидывать саженец, бывает такое. Мне, но с этим связано, или с этим, я не знаю. Я получал, если за все годы, не десятки, нет, это много, сотни писем, где было так, саженец купила, посадила, как стоит, некоторые называли цифру, два года стоит, не шевелится, не растет, три года, пять лет. Ну, я начинаю тогда гадать, может геопатогенная зона, не живет, не умирает, ну, край геопатогенная, не живет, не умирает, может быть, та плодушка, она же как, она должна была за оставшиеся годы, если бы ее не отрезали и не привили, а за оставшиеся годы на дереве, на матусе, она должна была вырасти до полуметра, ну, до метра, за все годы и замереть, ну, продолжание идет тоже в свою очередь, скелет, вот, и все. И так же многие пишут, и вот я дальше этого не знаю и сейчас, вот почему мне нравится Александр Николаевич, хорошо, мы смотрим, как сериоскопическое зрение возразное, но в одном направлении, то есть, вот взять этот питомник, вот взял, у меня есть эта фотография, ну, где, попробуй сейчас найди, у меня их десятки тысяч, если не тысячи, вот, если теперь все они ровненькие, прекрасные саженцы из питомника стандартного, там, где они, не обязательно Исаева, Романа, где они ровненькие, все как инкубаторские, а судьба их, а посадить их в одном месте, в одном поле и проследить, а все ли они станут восьмиметровыми деревьями, а если некоторые так останутся метровыми, тогда прав Александр Николаевич, но наука никогда не ставила перед собой задачу взять и один раз навсегда испытать, вот взять этого, того питомника, там, я их только живем, видел, штук 200, взять эти 200, высадить и посмотреть, какие из них останутся метровые, то есть, Александр Николаевич прав, а какие вырастут до восьми метров, железо вправо, перестройка программы и почки, а сейчас никто этого не знает, и я не утверждаю, мне бы хотелось бы это, чтобы это было, вот, поэтому мы правильно, мы с Николаевичем берем 2-3 почки, Александр Николаевич, берем 3 почки, шансов больше, и действительно убеждался, один побег полтора метра, а второй вот такой усить, ну тогда другой вопрос, а если бы была одна почка, разделить, эта почка на одном подвое, это на таком же подвое, этот ладно такой вырастет, а может быть и второй, который вот такой, побег такой, жалкий, может быть он, будучи самостоятельным, тоже бы вырос полтора метра, опять не знаем, я вырастил 30 тысяч деревьев, а еще полностью картины не вижу, почему, потому что это должен не суд заниматься, один раз и навсегда, он разговорился, железо, сами виноваты, нечего провоцировать,